Всем привет, на связи МК. Меня зовут Михаил Крошин, я являюсь основателем и главным редактором сообщества «Мой компьютер». Я считаю, что выбирая какой-либо товар, полагаться на блогеров и обзорщиков в полной мере нельзя. По своему опыту скажу, 90% крупных каналов перед обзором получают с него дивиденды. Конечно, тут нельзя обобщать и называть тесты всех блогеров продажными, но информацию всегда нужно брать из нескольких источников, и альтернативой являются профильные сайты. В моих закладках за 6 лет работы таких накопилось немало. Кто-то пишет обзоры подробно и по определенному сценарию, а кто-то в стиле «у этого ноутбука экран яркий и большой, а у этой материнки красивая RGB-подсветка». Выбирая себе новую видеокарту или процессор, читать общие слова, очевидно, смысла нет. Поэтому мы решили собрать для вас те ресурсы, которые четко и по существу рассказывают о технике в деталях. Приготовьте листочки и ручки, мы начинаем. Безкомпромиссных сайтов с обзорами маловато, и начнем, пожалуй, с них. Ноутбук Чек уже больше 10 лет публикует обзоры ноутбуков, в том числе и переводы на русский язык. И что самое главное, за больше чем 5 лет чтения сайта мы не встречали ни одного рекламного обзора. Абсолютно все попадающие в их руки ноутбуки обозреваются по одному шаблону. И это очень удобно. Вы всегда сможете сравнить, какой из ноутбуков лучше по определенным критериям, начиная от банального веса и размеров, и заканчивая скоростью работы Wi-Fi, АЧХ динамиков и температурами в стресс-тестах. Ресурс проходится по абсолютно всем частям ноутбука, и прочитав только лишь один обзор у них, можно легко получить общую картину и понять, стоит ли брать этот лэптоп или нет. Пацаны вообще, ребята. Причем тут нет никакой субъективщины, только объективные тесты в бенчмарках или с помощью сторонних приборов, таких как колориметры или инфракрасные камеры. Серьезных минусов у ноутбук-чек нет, из неприятного можно выделить только то, что не все обзоры переводятся на русский язык. Однако всегда можно перейти на английскую версию и почитать его с помощью Google Translate. Также сайт составляет рейтинг мобильных процессоров и видеокарт. Крайне удобная штука, ибо зачастую не всегда понятно, на каком уровне производительности находится та же Radeon RX 5300M, а сайт четко выдает ее бенчмарки и место среди других решений, в том числе и десктопных, и сразу становится понятно, что от такой видеокарты ждать. 3D News. Пожалуй, один из самых известных и старейших компьютерных ресурсов Рунета, и его сильная сторона — это хорошие тесты процессоров, материнских плат и видеокарт. Каждый такой обзор начинается с интересной и подробной теоретической вставки, где описывается архитектура того или иного CPU или GPU. Далее следует множество тестов как в играх, так и в рабочих задачах, как в стоке, так и в разгоне. Указывается тепловыделение и температуры, нередко видеокарты разбираются и оцениваются внутри. Для материнских плат указывается также нагрев ВРМ при длительной и серьезной нагрузке. В общем, ресурс подходит к тестам достаточно серьезно. Кроме того, на сайте временами случаются интересные эксперименты, например, по скальпированию процессоров. Также большой плюс в том, что все тесты железа проводятся в сравнении с конкурентами, что опять же позволяет быстро оценить его уровень. Каждый месяц сайт публикует несколько сборок под разный бюджет. К тому же 3D News тестирует и прочие комплектующие, такие как SSD, жесткие диски, блоки питания и ОЗУ. К ним опять же придраться сложно. Все они проверяются по одному шаблону и всегда выводятся в окружении конкурентов, что упрощает выбор. Разумеется, сайт делает и обзоры ноутбуков. Их можно назвать неплохими, но не идеальными. Ноутбук-чек в этом плане куда удобнее. Процесс тестирования видеокарт, процессоров, платы и прочих комплектующих вполне понятен. Но что делать с мониторами? У них различных параметров зачастую чуть ли не больше, чем у процессоров. И в Рунете есть сайт, который по косточкам их разбирает. Это 4К-монитор. Сначала кажется, что раз этот сайт с магазином, то обзоры рекламные. Но глядя на то, как редакторы лезут в жуткие дебри с различными временами отклика, калибровками, зонами подсветки и даже измеряют энергопотребление мониторов, становится понятно, что они и профи, которые не боятся указать на минусы. Пожалуй, недостаток у этого ресурса лишь один. Мониторов очень и очень много, и проверить все просто нереально. Так что встретить на сайте можно или популярные, или дорогие игровые модели с высокими разрешениями и частотой обновления. И чтобы получить максимальную отдачу от таких мониторов, обзорщики на сайте используют топовые видеокарты линейки GeForce RTX, способные выдать на них сотни кадров в секунду, обеспечивая плавный и красивый геймплей. Планируете обновлять монитор в ближайшем будущем? Тогда загляните на 4К-монитор. К слову, у ребят есть YouTube-канал, где можно посмотреть на мониторы и ПК вживую. Ссылку я оставлю в описании. Overclockers. Пожалуй, это два самых известных сайта, на которых собираются оверклокеры и не только. Два, потому что есть российские и украинские ресурсы. Они пишут разные материалы об одном и том же, так что имеет смысл читать их оба. В отличие от 3D News, обзоры здесь короче. Никаких длинных предисловий, просто описание характеристик. Украинский сайт тестирует видеокарты в основном только в играх. Да, конечно, большая часть пользователей не занимается обработкой 3D на своих видеокартах. Но все-таки хороший обзор должен быть полноценным. Во всем другом придраться к обзорам сложно. Тесты идут в сравнении с конкурентами. Указываются основные показатели, такие как температура и потребление энергии. Показываются голые печатные платы. В общем, эти ресурсы вполне можно рассматривать как дополнительные при подборе той или иной железки. Из минусов, в русской версии в последнее время развелось очень много блогеров, которые также пишут свои тесты и обзоры. Относиться к ним стоит скептически, ибо ни о каких подборках и одинаковых тестах там речи не идет. Очень много субъективного мнения. К примеру, стоит избегать тестов Дмитрия Прилепского. Кажется сомнительным, что он за пару дней проводит тесты десятков видеокарт и процессоров в одной игре. К тому же, его результаты зачастую оказываются абсолютно оторванными от реальности. Да и голоса за его публикации говорят сами за себя. iXBT Еще один достаточно старый ресурс, который в последнее время стал размываться, публикуя обзоры на всякие кофеварки и плиты. Но в общем и целом, обзоры и сравнения процессоров и видеокарт там все еще на уровне. Есть тесты как в рабочих задачах, так и в игровых. И есть собственная методика тестирования, которая позволяет легко сравнить различные решения. К тому же, нередко проводятся общие тестирования сразу. Например, все линейки процессоров Coffee Lake или видеокарт RTX, что позволяет наглядно увидеть разницу между ними. А вот обзоры материнских плат в последнее время оставляют желать лучшего. Какие-то детские каракули на картинках, подробное изучение чуть ли не каждого резистора и вкладки в BIOS. И при этом практически нет дельной информации о том, сколько ватт может отвести в РМ, какие напряжения плата выставляет по умолчанию, как работает LLC и так далее. В общем, в плане обзоров плат, хобот в последнее время серьезно просел. Будем надеяться, что сайт исправится. Hardware Luxe Еще один иностранный сайт, который переводит свои обзоры на русский язык. К качеству претензий почти нет. CPU и GPU тестируются как в играх, так и в рабочих приложениях, а результаты выводятся в красивых и информативных графиках. Посетовать разве что можно на меньшее количество теоретической информации в сравнении с тем же 3D News. Но если вам нужны именно тесты, вы пришли по адресу. Обзор, конечно, штука хорошая, но только если в нем есть подробные сравнения с конкурентами. И на всех ресурсах, представленных выше, они и присутствуют, но есть одно но. Почему-то некоторые сайты, разгоняя CPU и GPU, сравнивают их с конкурентами в стоке, что не совсем честно. gsit.com делает в этом плане интереснее. Сначала обозреваемый объект сравнивается с конкурентами в стоке, а потом разгоняется и сравнивается с ними же в разгоне. Это дает куда более честные результаты. Что касается самих обзоров, то они очень подробны, но опять же минимум теории. Но вот графиков, таблицы и видео хоть отбавляй. Так что можно получить максимально полную картину о производительности той или иной железки. Пора переходить к иностранным ресурсам. Их плюсы в том, что зачастую обзоры новинок на них появляются раньше, а для понимания графиков серьезный уровень английского не требуется. Чего, блядь? Ну и в любом случае, онлайн-переводчики никто не отменял. Из интересных сайтов можно выделить TechSpot. Это достаточно лаконичный ресурс, который не будет публиковать простыню теории. Но вот с тестами у них все очень хорошо. Шутка ли? В последнем сравнении RTX 2070 Super и RX 5700 XT участвовало аж 37 игр. С процессорами все так же хорошо. Подробные тесты как в играх, так и в расчетных задачах. И в общем-то на этом все. Сайт специализируется в основном на обзорах CPU и GPU. За другими комплектующими на него приходить нет смысла. Мы часто изучаем их тесты перед созданием материала, так что однозначно рекомендую иметь сайт в закладках. Гуру 3D. Как видно по названию, этот сайт специализируется на обзорах видеокарт. И опять же делает их хорошо. Так, RX 5600 XT еще не успела толком появиться в магазинах, а этот ресурс уже рассказал о четырех различных ее версиях. К обзорам Гуру 3D подходят основательно. Тут и фотоплаты, и информация об обновлениях видеобиос, и разгоны, и тесты в куче игр, измерения шума и многое другое. В общем, если вам нужен детальный обзор какой-либо видеокарты, вы по адресу. Конечно, тут можно встретить тесты SSD, даже мониторов, но стоит понимать, что это не их основная специализация, и за этим лучше идти на другие ресурсы. Tom's Hardware – еще один достаточно популярный и старый ресурс, делающий качественные обзоры различных компьютерных комплектующих и ноутбуков. Сами обзоры можно назвать достаточно подробными, не хватает разве что небольшой теоретической сводки, но к тестам придраться сложно. Красивые графики с конкурентами, логичные выводы, разборы ноутбуков и видеокарт – все это присутствует. К тому же у этого сайта, как и ноутбук-чек, есть фишка с рейтингом. Каждый тестируемый объект получает от 0 до 5 звезд, так что даже не читая обзора, вы можете понять, хороший ли перед вами продукт, или лучше обходить его стороной. Ну и самое вкусное мы решили оставить под конец – Tech Power Up – просто сборник всего, что связано с компьютерами. Тут есть различные утилиты, бенчмарки, коллекция видео биос, рейтинги видеокарт и обзоры всего компьютерного. Само качество обзоров на достаточно хорошем уровне, но все же временами не хватает полных тестов, так большая часть видеокарт тестируется только в играх. Процессоры при этом тестируются максимально подробно, даже в браузерных тестах, но слегка не хватает теории. Но в любом случае, это отличный агрегатор, где можно найти обзоры не только CPU и GPU, но и блоков питания, кулеров, мониторов, клавиатур, корпусов и многого другого. Посмотрев очередной обзор у блогера, не поленитесь зайти на перечисленные сайты и проверить его слова. Ссылки на все сайты я оставлю в описании, а если вы знаете еще какой-нибудь, обязательно напишите об этом в комментариях. А я с вами прощаюсь, с вами был МК, до скорых встреч!